Мы отмечаем четвертую годовщину со дня блаженной кончины преснопамятного святейшего Алексея II, патриарха московского и всея Руси. И сегодня патриарх Кирилл совершил панихиду у гробницы своего предшественника, 15-го первосвятителя Русской Церкви в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Репортаж Инны Тихоновой. Четыре года прошло, как ушел из жизни патриарх Алексей II. Внимание всей православной общественности обращено к Богоявленскому кафедральному собору в Москве. Здесь погребен святейший патриарх. С раннего утра к собору идут сотни людей. Положить цветы, вспомнить предстоятеля и помолиться об упокоении его души. Я работаю в Пауманском университете, заведующем лабораторией. Я специально отпросился с работы, чтобы почтить память того человека, который нашу страну собирал воедино, укреплял нашу церковь, укреплял нашу веру, укреплял наш народ. Он всегда в нашем сердце. Это был необыкновенный человек, необыкновенной доброты, глубоко верующий, глубоко такой, очень мудрый. Я долго его знаю, вот понимаете, вот вы, может, по возрасту не очень меня понимаете. За то, что, во-первых, я его долго знаю, и помню душой, как родной. Панихиту в Елоховском соборе совершил святейший патриарх Кирилл. За богослужением молились видные представители Русской Православной Церкви, а также те, кто лично знал приз напоминаемого пересветителя. Многие готовы рассказывать о нем часами, добавляя штрихи к личности патриарха. Времена, когда святейший патриарх Алексей II приезжал в Петербург, уже будучи патриархом, в это время я как раз учился в духовной семинаре, в духовной академии. Я помню его особые такие богослужения в Лавре Александра Невского, наш семинарский хор тогда пел, и святейший патриарх Алексей II совершал божественную литургию. Я помню его особое отношение к богослужению, к молитве. Он всегда был очень сосредоточенным, внимательным к каждому и ко всем, и был очень внимателен к тем песнопениям и словам, которые произносились на богослужении. Он утвердил в вере, что просто вот по его молитвам я всегда подхожу к его гробнице и прошу его, ну пожалуйста, ну помоги, ну чтобы никто не обидел, никто нас защитил. И вот это ощущается, чувствуется это. Ну это, понимаете, это надо чувствовать, но невозможно передать. Его взгляд я чувствую, и на причастие всегда старались, чтобы он обязательно, он всех знал по именам. По окончании панихиды патриарх московский в Сеярусе Кирилл обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Господь судил ему быть предстоятелем в то время, когда церковь освобождалась от плена. Плена, длившегося более 70 лет, становилась свободной. Когда появлялись у церкви новые возможности организации своей собственной жизни, а также взаимодействия с окружающим ее миром. Это было время судьбоносных решений, которые закладывали определенную традицию, что для церкви всегда важно на долгие годы. С именем патриарха Алексея II связывает начало духовного возрождения России. За 18 лет его патриаршества было образовано большое число новых епархий. Восстановлены и построены тысячи храмов и монастырей. Открыто более сотни духовных учебных заведений. Покойный святейший патриарх рукоположил десятки архиереев и сотни священников. Святейшего Алексея II похоронили 9 декабря в правом Благовещенском пределе Богоявленского кафедрального собора Москвы. Такова была воля почившего предстоятеля.